Привет! Меня зовут Надия Косинская. Я гитаристка и певица, и в настоящее время нахожусь в мировом турне с певицей Сарой Брайтман и ее новым альбомом «Гимн». У нас запланировано около 160 концертов по всему миру, и в настоящее время мы путешествуем по Америке. Во время переездов мне пришла идея создать очень специфический проект, который будет называться, который называется уже «Гитара в ванной комнате». Есть две причины, по которым я решила создать именно этот проект. Первое – это то, что экспериментируя со звуком классической гитары и с записью гитары на телефону в домашних условиях, я поняла, что самый лучший звук для гитары, для записи гитары – это именно в ванной комнате. А вторая причина, и для меня эта причина является, скорее всего, самой решающей, это то, что, несмотря на то, что я безумно люблю выступать на сцене, я очень люблю большие сцены, большую аудиторию и выступать перед максимально огромным количеством людей, я чувствую потребность убрать все барьеры между мной и слушателями, мной и публикой. И мне кажется, что ванная комната – это именно то место, куда люди приходят и не боятся раздеться, обнажиться, смыть с себя весь макияж и стать такими, какими они есть, и показать себя такими, и быть такими, настоящими. И я бы очень хотела, чтобы в этом проекте у нас возникли доверительные отношения, и поэтому я решила, что ванная комната – это будет самым лучшим местом для самого лучшего звука и для самых доверительных отношений, где я могу вам показать себя, могу быть такой, как я есть, показывать себя такой, как я есть, и где вы, находясь и общаясь со мной, сможете тоже быть такими, какими вы являетесь. И я коротко хочу рассказать об идее канала, который я сейчас буду делать. Я делаю очень много авторских обработок для гитары, потому что произведение, репертуар для классической гитары довольно ограничен. И путешествуя, я побывала на очень многих гитарных фестивалях и конкурсах, и по всему миру. Интересно было то, что куда бы я ни приезжала, в основном всегда слышишь одни и те же произведения, плюс-минус. А мне интересно было как-то попробовать больше, выйти за рамки вот привычных Бариус, Брауэр, Бах и так далее. И я начала экспериментировать и я стала перекладывать, делать свои авторские приложения для гитары. Также я пишу сама произведение для гитары и для голоса, то есть песни со своим партнером Николаем Павловым и Кристофом Бергхорном. Но я хочу начать с того, что делиться с вами своими обработками. И также я планирую делать обучающие видео по произведениям. То есть они будут для того, чтобы научиться играть это произведение, не нужно обязательно годы обучения на гитаре, не нужно также знания нот. То есть идея такая, что я буду просто показывать вам с рук. Я буду вам показывать, как играет правая рука, как играет левая рука. Я сделаю видео постановки для постановки рук и покажу самые действующие упражнения для обоих рук, для того, чтобы вы быстро научились играть. Я это уже проверяла на своих подружках. Если им какое-то произведение нравилось, которое я играла, я просто им показывала, как я это делаю. И даже не имея опыта, они буквально за две недели выучивали произведения. Уровень сложности будет довольно разный. То есть я буду брать простые произведения, я также буду брать сложные произведения, действительно концертные произведения из гитарного репертуара. Буду показывать вам, как я играю в моей обработке. Вот так, что вы сможете, не зная нот и никогда раньше даже не сталкиваясь с игрой на гитаре, если вы в какое-то произведение влюбитесь, то мое желание это показать вам, научить вас просто смотря на руки, считывая с рук. И дебют, премьера нашего проекта состоится сегодня в ванной комнате гостиницы Хилтон в Денвере, штат Колорадо. Там можно так довольно маленькое помещение. Сегодня можно назвать гитара, сидя на унитазе. Вот. Но это не так важно. Важно то, что произведение, которое я буду играть, оно является очень особенным. Это одно из моих любимых произведений французского композитора-минималиста Эрика Сати. И оно называется «Гнасиньяна номер один». Произведение это очень особенное, потому что мне кажется, что оно умеет колдовать. Оно зачаровывает людей, оно зачаровывает меня, когда я его играю или слушаю. И мне кажется, что несмотря на то, что в этом произведении очень мало нот и очень мало аккордов, оно переносит человека вообще в другое измерение. И в этом произведении нет ни времени, ни пространства. Оно настолько волшебное, что когда оно заканчивается, просто не знаешь, где ты находишься. И нужно какое-то время, чтобы опять вернуться и понять, что ты находишься в этом трехмерном пространстве. Вот. Я с большой радостью делюсь с вами этим произведением. Пожалуйста, переходите по ссылочке. И если вам понравится эта обработка, то вы сможете приобрести ноты на моей страничке. Ссылка будет дана в описании. И если вам захочется выучить это произведение без нот, то, пожалуйста, пишите это в комментариях. Я обязательно сделаю обучающее видео из какой-нибудь другой ванной комнаты. И также я буду рада, если вы будете писать мне идеи, какие произведения вы хотели бы выучить, какие произведения из гитарного репертуара вам интересны, и вы хотели бы научиться играть. Это поможет мне создавать то, те продукты, те произведения, которые вам действительно нужны, которые вы будете с наслаждением учить, с наслаждением слушать и играть. Я благодарю вас за то, что вы со мной. Благодарю за то, что у меня есть возможность делиться с вами тем, что я очень люблю, и тем, что меня переполняет. И я желаю нам, чтобы наш путь к гитаре через ванную комнату был очень легким, радостным, длительным и очень-очень успешным. Спасибо вам. Люблю вас. Ваша Надия. Спасибо. 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 Спасибо.